Действительно ли итоги войны в Украине важны Байдену и демократам в преддверии выборов? Готовы ли США к падению путинского режима? И на самом ли деле Трамп против Украины? Об этом поговорим с американским политологом Джейсоном Смартом. По твоему мнению, действительно ли итоги войны в Украине важны для Байдена и для демократов в свете избирательной кампании, которая уже началась? Я думаю, что для демократов и для республиканцев тоже, знаете, победа в Украине, конечно, очень выгодна. Они все это хотят. А в случае Байдена, очевидно, что да, он считает, что Украина очень важна для его и тоже для его кампании. Я думаю, что все демократы это чувствуют, потому что тоже у нас есть выборы в Ла Сенате и тоже Конгресса. Из этого они все хотят видеть победу Украины. Как по-твоему, по твоей оценке? Понятное дело, что она гипотетическая. Но сколько очков, сколько процентов может прибавить к результату Байдена, например, оглашенная победа Украины в преддверии выборов? Я думаю, что если будет победа Украины до выборов, я бы думал, что точно тогда выиграл Байден. Потому что такая победа будет огромная надежда, много американцев. И из этого я думаю, что да, это бы изменилось полностью ситуацию в Америке. Потому что, как вы знаете, обычно наши выборы выиграют президент только, ну, ведь разница между конкурентами 4 или 5 пунктов не очень много. И точно Байден можно найти столько процентов голосов, если выиграет Украина до выборов. Недавно, совсем несколько дней назад, появилась информация, статья то ли в Нью-Йорк Таймс, то ли в каком-то другом серьезном издании, где детально разбиралось, куда именно идут деньги, которые США отправляют как помощь якобы Украине. Но на самом деле они тратятся в американских штатах. Они тратятся на производство в штатах, сенаторы из которых и конгрессмены очень часто голосовали против этой помощи. Техас и так далее и тому подобное. Наверное, Техас как самый яркий и получивший наибольшее количество денег на подрядах, которые связаны с Украиной. Насколько на выборах в Конгрессе может повлиять ситуация победы Украины в российско-украинской войне на выборах в Конгрессе? Я думаю, что в Конгрессе сейчас есть общий язык об этом. То есть я думаю, что оба стороны хотят победу Украине. Я вижу, что все это, которые в СМИ сейчас, что Конгресс не готов помочь Украине, это просто не так. На самом деле мы знаем точно, что республиканцы знают, что если бы они голосовали, но большинство голосовали против Украины, и если бы Украина проиграла, тогда кто виноват? Тогда это они. И это им точно не важно перед американцами объяснить, что из-за того, что они голосовали против Украины, они потратили целую страну. Это был бы кошмар для них во время выборов. Из-за этого я думаю, что республиканцы готовы проголосовать за Украину. Хорошо, тогда вопрос более глобальный. Что такое победить для украинцев? Это, в принципе, понятно. Это освободить территорию, захваченную Россией. Каково определение успеха Украины для администрации Байдена? Победа Байдена – это хороший вопрос. Но на самом деле я думаю, что только сам Байден знает, что это слово значит на его. Но, как Ян сказал сначала, что его план и план американцев поддерживают Украину до конца. Хорошо. Если сейчас, после почти двух лет войны, в администрации Байдена понимание, а что они хотят от России? Да, мы понимаем, что эти два вопроса, они между собой взаимосвязаны очень сильно. Изменившаяся Россия означает победу Украины. Вот если понимание, что такое изменившаяся Россия, это появление постпутинского руководства или, не знаю, там, появление постпостпутинского руководства. Видит ли Байден и его администрация сейчас вот этот вот путь? Какие здесь ориентиры? Я думаю, что американцы, я имею в виду, я думаю, что Белли Дом еще не знает, что он хочет дальше в России. Они точно не хотят нестабильность. Американцы, то есть Госдеп, Белли Дом, очень беспокоят о безопасности. И в том числе о нестабильности России. Потому что если будет какая-то нестабильность, тогда есть какая-то непонятность, что дальше будет, например, ярдыми оружиями России. Из этого они очень беспокоят об этом. Но что именно дальше будет после Путра, я думаю, что они не очень много об этом говорят. Они говорят о проблемах, которые у них есть сегодня перед ними. Но хорошо. Ты только что сказал, что после Путина. То есть никаких разговоров с Путиным администрация Байдена не видит. Они не видят его переговорщикам, так же, как не видят его переговорщикам, например, Украину. Я думаю, что да, американцы не готовы общаться с Путиным или с его режимом. И мы видим, что Белли Дом, это достаточно критика говорит, что не будет никаких переговоров с Россией и с Америки. И насколько сейчас известно, что Путин ждет его в Экаге. Я думаю, что американцы будут просто невозможны в будущем еще встретиться с ним. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Что на самом деле может сделать Украина для того, чтобы помочь Байдену, для того, чтобы помочь республиканцам, которые не хотят видеть Трампа на президентском кресле, в балальном кабинете? Что может сделать Украина для того, чтобы улучшить вот эту ситуацию? Я думаю, что очень важно для украинцев, если они действительно хотят помочь, я бы сделал так, чтобы американцы знали, что происходит в Украине. А американцы не знают это. То есть они не видят каждые новости и точно не видят каждые новости о Украине. И как это делается? То есть я думаю, что это важно сделать в рекламе в Америке. Это называется лоббизм. На самом деле это просто маркетинг. И сделать его везде в Америке, чтобы американцы, обычные граждане, чувствовали и видели, что там происходит в Украине, и чтобы они сами захотели помочь Украине дальше. Слушай, я же помню на самом деле, ну я помню из истории, но даже наши зрители, которые не знают историю, но видели фильм «Капитан Америка», они видели, что даже во время Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты были участником этой войны, американские солдаты воевали в Европе, на территории Соединенных Штатов шла самая настоящая рекламная кампания этой войны. И настоящая рекламная кампания сборов на эту войну среди граждан Соединенных Штатов. Это точно. То есть всегда это было такое в нашей истории, что они делают рекламу на всех. Знаете, в Америке очень интересно, когда смотрите телевизор, например, есть рекламы Англии в разных стран по миру, не только о туризме. Тоже почему важно работать с этими странами. Каждая страна в Америке хочет представить, чем занимается, почему это хорошая страна, почему это хороший партнер. А Украина это не делает. Из этого, думаю, что это огромная ошибка. Если бы американцы поняли, о чем речь, что происходит в Украине, они были бы гораздо готовы помочь Украине, чем сегодняшний день. Хас, президент Совета по международным отношениям, заявил, что чтобы Украина выжила, необходимо, чтобы Россия была разочарована. Что это такое? Что нужно, чтобы Россия разочаровалась? И что значит разочарованная Россия с точки зрения американцев? Я думаю, что это значит, в высочем России, что это значит, когда они проиграют войну. и только после того, что Россия проиграют войну, тогда я думаю, что они сами тогда могут признать, что своя страна, это страна, которая занимается терроризмом, а страна, которая действительно, это проблема мира, которая ничего не строит в мире, только проблема. И когда они сами это видим, сами это понимают, и воспринимают, как все в мире понимают Россию, тогда, может быть, что-то по-другому будет в истории России. Есть мнение, в Украине, в особенности, оно достаточно сильно, но я читаю американские источники, которые говорят практически то же самое, что для того, чтобы Байдену поднять рейтинг, ему необходимо проявить свою силу, проявить свою потенцию. То есть, по большому счету, в случае с Израилем он проявил свою силу, отправив две авианосные группировки к берегам Израиля. В случае с Украиной это не отправлять авианосцы, но дать все, что необходимо для победы, причем в количестве, которое обеспечит эту победу. Так ли это? Поможет ли, условно говоря, если Байден сейчас проявляет силу, если Байден сейчас дает больше оружия, даже по программе PDA, President Dirt Down Authority и так далее. Вот даже если так, поможет ли это на самом деле Байден? Я думаю, что Байден, на самом деле, сейчас, если люди видят результат. Знаете, когда я смотрю американские новости, для меня самое интересное, когда они говорят о Украине, когда есть какой-то атак в Крыме или в Москве, а американцы действительно очень рады, счастливы, а для них это просто кайф, видеть, что Украина отвечает за это, то есть готовы еще атаковать Россию. Американцы, обычные граждане действительно любят это. И потому, что если мы хотим помочь Байдену или помочь американцам, лучше сказать, понимать, что происходит в Украине, такие новости это просто великолепетные и это точно поможет Украине тогда получить в будущем еще помощь из Америки. Если американцы будут видеть, что, например, Байден передает более комплексное оружие, если американцы будут видеть, что со складов в Соединенных Штатах передаются сотни Аб-16 или сотни Абрамсов, представим себе, что это технически возможно в короткие сроки. Поможет ли это американцам увидеть в Байдене сильного лидера? Вот того лидера, который сейчас не особо проявляется, в особенности после шуточек Карлсона, после шуточек Трампа и всех остальных, которые его усмеивают как слабого старика. Ну, везде это видно, когда вы можете показать себе, как вы были сильными лидерами, а все это ищут. Из этого височего парня, без вопроса, насколько он, первым, старый, здоровый, его здоровье не очень хорошее, а если он может показать, что он действительно очень сильный человек, но и сильный лидер, тогда это будет ему, конечно, выгодно. А вообще, вот в принципе, если мы сравниваем с Рейганом, который выиграл, который выиграл холодную войну, по большому счету, сделал все, чтобы холодная война была выиграна Соединенными Штатами, сможет ли Байден выиграть только что начавшуюся холодную войну и добить вот эту вот российскую гидру, порожденную развалившимся Советским Союзом? Вот, кстати, если мы уже говорили об Израиле, то сильная позиция Байдена по Израилю, она понятна, она ясна, но вообще весь этот вся эта ситуация, весь этот новый холокост, как его называют в Израиле 7 октября, он вызвал достаточно серьезную антисемитскую волну, в том числе и в студенческих кругах Соединенных Штатов. Мы видели все эти выступления, мы видели студентов, которые срывают фотографии похищенных и так далее. Как антиеврейская истерия повлияла на падение рейтинга Байдена? Первое, очень важно заметить, что только 4% американцев поддерживает Хамас и палестинцев то есть это очень мало. То есть большинство американцев считает, что мы должны быть или все израильным, или быть нейтральным. Но те, которые говорят, что мы должны помочь палестинцам и неизраильцам, это меньше, чем 5% населения. То есть это очень мало людей. Ну да, они были очень активны именно в университетах, но это очень мало людей на самом деле. Ну, смотри, исправь меня, насколько я помню, но во время Второй мировой войны, в особенности в начале, в университетах в Соединенных Штатах, в том же Джордштауне, достаточно активно поддерживали и нацистов. Там были какие-то вот такие вот движения, были какие-то телодвижения, поддерживающие вот ту сторону. То есть ничего нового на самом деле в Соединенных Штатах не происходит. Там всегда студенческая среда является достаточно реактивной. Не думаю, что было актуально, это было бы хиппи. Те, которые были хиппи во время Штатах, которые были везде в университетах, это было очень популярно. Почему? Потому что университеты, особенно в Америке, это особенно молодые люди, которые думают, что все будет по-другому в будущем. Что-то какое-то новое поколение или новая эра. Но на самом деле это просто молодые люди. Слушай, Опенхаймер и коммунисты в ученой среде. Да? Такое количество коммунистов было в ученой, в студенческой, в студенческой университетской среде. Это что же из этого, на самом деле, из этого разряда? Я думаю, что молодые люди, конечно, потому что у них нет опыта, не знают, что происходит в следующем день. Это как и всегда в истории. То есть очень мало нового в этом свете. Из-за этого я думаю, что они просто думают, что они живут какой-то очень интересный новый опыт. Но на самом деле они живут жизнью, как и все свои предыдущие поколения. Но вот что интересно, правда ли, что даже в студенческой среде, о которой мы только что с тобой поговорили, поддержка Украины все равно намного больше, чем поддержка той же России? Конечно. То есть никто не поддерживает Россию. То есть в России 7% людей думают, что Россия какая-то хорошая страна, особо хорошая. То есть это очень мало людей, которые поддерживают Россию и Америки. Если мы снова вернемся к выбору. В принципе, в среде демократов есть кто-нибудь, кто рассматривается хотя бы как альтернатива Байдена? сейчас нет другого кандидата, кроме Байдена. То есть есть какие-то мелкие, но совсем несерьезные. То есть они собирают меньше чем 10% вместо в Сианине. Есть мнение, что замена вице-президента тоже может помочь Байдену набрать больше очков, чем он набирает сейчас, больше процентов голосов. Так ли это? Я думаю, что да, Байден это было бы хорошо, если бы я нашел другого вице-президента, а Камила Харрис очень непопулярная, очень мало занималась как вице-президентом, и американцы говорят, что он нехороший вице-президент. Если бы я сказал, что это было бы ему очень выгодно найти другого человека. Насколько я понимаю, любые кандидаты даже на позицию вице-президента, они все равно отличаются проукраинской позицией среди демократов. Да, вице-президент занимается Украиной, но сам Байден был очень активным в этом вопросе. Вопрос в Украине для его лично очень интересный, и он сам занимается этим. Я помню, что Байден, когда был вице-президентом, он тоже очень активно занимался в Украине. То есть нам важно на самом деле, чтобы вице-президентом, если он будет менять Харрис, то стал тоже проукраинский политик. Конечно, мы хотим кого-то, который будет действительно проукраинской позиции, и я думаю, что это большинство демократов. То есть я не очень беспокоюсь об этом и уверен, что это будет кто-то, который проукраинский. Давай зацепим противоположный лагерь. А действительно ли Трамп ненавидит украинцев? Я думаю, что это не вопрос. Честно, я думаю, что Трамп это не, что он ненавидит украинцев. Я думаю, что Трамп наоборот, он просто хочет противоречить Байдена. И это не обрешение. То есть я не думаю, что на самом деле он против Украины. Я думаю, что он просто любит противоречить демократов. И даже если Байден играл в выборы, которые я точно не ожидаю, тогда я думаю, что он не бы сделал что-то, которое будет против Украины. Он сам знает, что это будет совсем не вегано. И у него столько советников, которые округлило, что это будет почти невозможно действовать против Украины. То есть насколько я понимаю, если бы Байден построил свое поместье в Мар-А-Лагу, то Трамп просто бы продавал свой дом за копейки и строил бы его где-то в другом месте. Если бы Байден сказал, что он любит сладкое, то Трамп бы говорил, что он любит соленое. Просто потому, что он хочет быть анти-Байденом, против Байдена. Я думаю, что это точно. То есть я думаю, что Трамп всегда делает все, которые думают, что это будет против Байдена. Это просто они не видят его. И это не в политиках, это даже не рационально. То есть это полностью просто через эмоцию. Трамп это не единственный республиканец. И Трамп не поддерживается многими республиканцами. На самом деле, кого в республиканцах больше? Вот таких ярых трампистов, маговцев, кокусов свободы? Или людей, которые видят угрозу Трампа и поддерживают Украину, и поддерживают Израиль и поддерживают нормальную, адекватную политику, а не Трамп и строят? Ну, знаете, большинство республиканцев не готовы голосовать Трампа. Даже среди республиканцев не самый популярный человек в истории партии. Да, у него есть хороший рейтинг, но это меньше, чем 50%. Из этого я думаю, что он влияет на партию, на выборах. Но все равно я думаю, что он не будет первым выиграть или выбрать другого кандидата, который выиграет. То есть, я думаю, что Трамп в течение нескольких лет уже забывает о нем. То, что мы сейчас видим, происходит в республиканской среде. Де Сантис, Хейли, Рама с вами я даже упоминать не буду, потому что это абсолютный фрик, но их отрыв от Трампа чрезвычайно велик, точнее, отрыв Трампа от них. Но перед нами еще достаточно длинный путь. Как ты видишь, есть ли шансы у других кандидатов, у Де Сантиса или у Хейли, хотя бы догнать Трампа до праймерис? Думаю, что Трамп не выиграет праймерис наконец-то. Думаю, что это будет другой человек. А из этого, если это будет Хейли, например, это еще лучше, чем даже Байден. Думаю, что Хейли очень готова помочь Украине, открыто об этом говорить постоянно, и это очень выгодно. Из этого я ожидаю, что будет еще лучше после выборов для Украины. Почему Хейли лучше? Хейли, она очень критико говорит о Украине. Действительно, она очень хорошо понимает, что там происходит. То есть, когда она говорит о Украине, очевидно, что она читает об этом часто и много. А это не просто политическая позиция. Действительно, она верит в этом. Из этого я думаю, что Хейли самый лучший вариант для республиканцев. Почему Хейли лучше, чем Байда? Можно ли сказать, что Хейли сильнее, а более решительно будет в роли президента Соединенных Штатов, чем нынешняя администрация Белого Дуга? Я думаю, что Хейли точно будет решительно на это, чем Байда. И она точно знает, что она хочет делать и как это делать. То есть, я думаю, что Хейли будет для Украины и для всех, как мне, гораздо лучше, чем Байда. Если Трамп придет в Белый Дом во второй раз, действительно ли его второй приход в Белый Дом будет таким сладким и привлекательным для России? Я думаю, что Трампа сейчас будет сложнее, если бы он выбрал выборы. Потому что, даже если бы он хотел работать с Россией, ситуация изменилась в Америке. То есть, может быть, до нападения на Украину это было где-то 40% людей думали, что Россия какая-то нормальная страна. А сегодняшний день, когда уже 93% американцев думают, что Россия наш враг, открыто работать с Россией просто невозможно для Трампа. Даже если бы он очень хотел, он может. То есть, я вижу, что американцы не готовы к этому. Трамп, первый приход Трампа в России встречали шампански. Они открывали шампанское в студиях, ура, Трамп выиграл, но политика Трампа была абсолютно не такой, как ожидали россияне. Я думаю, что Трамп, как я сказал, я думаю, что Трамп сейчас, что он говорит, что он делает, это просто противоречит, что делает войны. Это не значит, что он будет против Украины. И, кстати, он очень мало об этом говорит, и очень мало о России говорит. между Россией, они будут разочароваться, если бы он выиграл, потому что он точно не тот кандидат, который он думает. Сейчас много говорят о том, что основной антиукраинский, причем вот тупо антиукраинский состав республиканцев, это мага. Да, это вот мага-клаунс, да. Как по твоему ощущению, как по твоему мнению, на следующих выборах в Сенат и в Конгресс мага-конгрессменов и мага-сенаторов будет больше, чем в нынешнем составе или меньше? В следующем Конгрессе должен быть меньше из маги в Конгрессе. Я ожидаю этого. И думаю, что, конечно, это хорошо. То есть, я думаю, что все эти движения Трампа умрел. Видят ли американцы сейчас, вот тут интересный и важный вопрос, насколько сейчас американцы оценивают то, что происходит в Конгрессе, вот все эти проблемы с бюджетом, все эти затягивания голосований, весь этот дурдом с выбором нового спикера. Насколько они видят, что это связано именно с поведением маговцев и насколько они готовы обвинить их в этом, не проголосовав на следующих выборах за всех, кто относит себя к магам? Ну, конечно, все эти проблемы, которые есть в следующий день, потому что большинство людей, которые даже поддерживали мага, понимают, что они, когда они на конгрессе, ничего не делают, то есть они вообще дают никаких результатов. Из-за того, что убирает это движение мага. А Карлсон, его популярность в Соединенных Штатах, что это? Так как Карлсон, он уже давно на телевизорах Америки, но я думаю, что сейчас, если смотрите статистики, он трает его влияние в Америке, то есть уже гораздо меньше людей его смотрят, он уже не на телевизорах, только на Ютубе, и я думаю, что тоже эта эпоха Карлсона умирает тоже. Трамп обещал его и предлагал сделать его вице-президентом. Как ты думаешь, антиукраинизм Карлсона это то же самое, что и у Трампа, просто потому, что демократы за Украину, Карлсон против Украины? Или тут есть какая-то более глубокая нелюбовь? Я думал, так как Карлсон это просто популист первым и вторым. Он говорит вещи, которые даже когда был суд против него, он сам признал, что он говорит о позициях, которые не его, только он говорит то, которое он думает, что самый популярный или самый скандальный, чтобы он получил еще кликов. Он хочет, чтобы люди смотрели его программы. Из этого он сам признал, что он даже не верит, что он говорит. Украина отправила делегацию парламентариев, чиновников, Соединенные Штаты для того, чтобы во многом работать с республиканцами и в республиканских штатах. Поможет ли это Украине и поможет ли это изменить ситуацию в Конгрессе в том числе? Конечно, это хорошо, когда есть делегации тут в Америке и важно, что делегации не только в Вашингтоне, а везде по Америке ездят. Я объяснил американцам, почему это важно помочь Украине. Я думаю, что эти делегации это хорошо, но на зотых их гораздо побольше и почаще. Можно ли сказать, что вот статьи, которые появляются сейчас в американской прессе, в том числе, о которой я уже говорил, статья о том, куда на самом деле тратятся деньги о помощи Украине, что они тратятся на Соединенные Штаты. Можно ли сказать о том, что это результат осознания в том числе и администрации Белого дома и нормальными американцами в том, что необходимо рассказывать простым американцам, куда на самом деле идут деньги. Конечно, надо объяснить простым американцам, что мы делаем с этими деньгами. Они не понимают. То есть, и мы знаем по статистикам, по соцзапросам, что когда они уже знают, о чем раньше и зачем эти деньги, тогда они готовы поддерживать под Украине. Для Украины очень важна помощь США, она даст возможность нашей стране выстоять, а США развивать свой военно-промышленный комплекс и наращивать новые виды вооружения.